Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Мы находимся с вами практически накануне Дня Учителя. Все прекрасно понимают, что фактически всю эту неделю, да и последующую неделю, будем вспоминать наших учителей, кто уже отучился, будем поздравлять тех учителей, которые сейчас работают. Ну и, конечно же, очень важно нам часто обращаться к этой теме, потому что учимся мы постоянно, учимся мы всему, но школа, гимназия, лицей для нас это всегда должно быть, наверное, особенным моментом нашей жизни. И, конечно же, все зависит от тех еще людей, кто там работает. Нам приятно, что сегодня у нас такой представительный дуэт пришел в программу. Ну, во-первых, это Лина Николаевна Антонова, наша постоянная гостья, заслуженный учитель Российской Федерации. Начинаем сегодня с этого. Вот, почетный гражданин Московской области, городского округа Люберцы, депутат Московской областной думы. Ну, а также хочу представить вам Сергея Александровича Фролова, это учитель математики и информатики, гимназии номер 56, городского округа Люберцы, победитель муниципального этапа конкурса «Учитель года-2023». Здравствуйте. Добрый день. Ну, во-первых, сразу же поздравляю вас с Днем Учителя, и потом у вас еще будет возможность обратиться ко всем учителям, вашим коллегам. Но вот с чего мы начнем. Неожиданные рейтинги в последние годы играют большую роль. Мы выяснили, что гимназия номер 56 вошла в топ-100 лучших школ, ну, лучших с точки зрения Московской области, да еще и на 10-м месте. Лина Николаевна, это каким образом так удалось? Вы как опытный преподаватель, учитель, как это мы так приподнялись? Что у нас такого особенного? Ну, первое, я хочу сказать, что школа, о которой вы говорите, она всегда была очень стабильно работающая, показывающая хороший результат. Я думаю, что не так просто вообще войти в 100 лучших школ Подмосковья, потому что Подмосковья – это целая страна. И школ очень много, и новых, и опытных, и разных. А наша школа, она находится, можно сказать, в такой, ну, не сельской местности, но около города. Да, и там проживают люди, которые именно где проживают, там и учатся. То есть не отобранный специальный контингент. Поэтому это действительно результат системной работы, и результат того, что... Многолетняя. Да, многолетняя, что и директор школы, и педагоги, они к этому стремились. Но я помню разных директоров этой школы, я знаю, что всегда в этой школе были такие тренды, как сейчас говорят, на которых мы обучали других. Как пример, как пример. Вот в этой школе всегда был идеальный порядок. И в этой школе создавали условия, чтобы был идеальный порядок. Кто учился в советской школе, помнят, что тогда сами убирали мы классы, сами мыли коридоры. Красивые даже. Были такие тряпочки, швабрычки. Вот я помню, как директор школы в те времена показывала мне, что она создала помещение, где можно вот этот инструментарий для уборки школы нормально содержать, нормально им пользоваться. То есть чистота была оправданная. Не было, извините, веников в кабинетах и тапочек. А вот было всё вот так. Но это может быть внешний фактор, но, знаете, когда внешний фактор совпадает с внутренним, получается результат. Ну и, конечно же, Сергей Александрович, как представитель этой замечательной организации, как у нас сейчас говорят, да, фактически вы являетесь, так сказать, участником этого, я бы сказал, рекорда 10-100, да, приятные цифры такие. Как приняли эту новость, что у вас там был праздник по этому поводу, по поводу того, что вы вошли в такой оригинальный рейтинг? Ну да, у нас было, естественно, мероприятие такое, ну... Мы лучшие. Да, для учителей мы лучшие. Как бы, ну, в целом, что можно сказать? Естественно, успех этот, он ни одного человека, ни... Команды, как сейчас говорят. А команды, да, именно команды. То есть только командная работа позволяет добиться успеха во всём. И, как бы, здесь касаемо не только какой-то одной, допустим, Олимпиады выигранной, да, а в целом, вот по всем предметам у нас, ну, большинство предметов есть. Ну, я понимаю, там было много, да, таких вот специальных точек, крючков, да, по которым определялся рейтинг, да, участие Олимпиады. Ну, конечно, это не только Олимпиады, это всё, можно сказать, вся работа школы. Начиная, наверное, даже от детских садов, я думаю, оценивается. А дети как встретили это? С гордо поднятой головой, что... Ну, конечно, потому что... Сразу все, так, наверное, приподнялись немножко, да? Ну, а знаете, они же так же понимают, что ведь их успехи напрямую зависят и от успеха школы, так же, как и наоборот. Конечно. Успех учителя зависит от успеха ученика. Мне кажется, даже если бы просто в сотню попали, да, это было бы уже просто, ну, супер. А тут ещё и 10-е место, это не 99-е, тоже почётное, но всё-таки 99-е. А это 10-е. Ну, цифры есть цифры, а мы будем говорить о людях, потому что, как мы всегда, Среди Николаевны, берём, вспоминаем главные таких два тезиса, что образование и воспитание, что из них первично, что из них, может быть, вторично, а может быть, это какой-то единый такой комплекс. День учителя, вот с какими мы приходим сегодня, ну, скажем, в каком состоянии образования мы приходим сегодня, как вы считаете? Вы знаете, я думаю, что сколько людей, столько и мнений. Это да. Потому что сегодня, как никогда, люди могут обмениваться и в социальных сетях, и в различных неформальных формах. И чем лучше меняется, в лучшую сторону меняется мир, ну, естественно, тем выше требования совершенно оправданные, в том числе к образованию. Потому что мир будет меняться к лучшему только если образование будет способно эффективно мотивировать молодёжь на не просто получение знаний, но и на то, чтобы стать воспитанным человеком, чтобы стать человеком профессиональным. Решать многозадачность. Многозадачность, да. Ну, и мы видим, какие у нас, в каких сегодняшний мир очень, очень, как... Сложный, скажем, мягкий. Сложный, многополярный. Происходит очень много событий и хороших, и, прямо скажем, сложных. И в этом мире учителю надо найти, ну, знаете, такую свою стратегию. Потому что, в принципе, вот меня порадовало, например, когда встречались... Постоянно встречаюсь, конечно, со студентами, с учащимися. И вот в одном из разговоров они сказали такую фразу, один из парнишек. А с нами стали разговаривать. Я спросила, а что ты имеешь в виду? Он говорит, а как же, у нас теперь уроки разговора о важном. Когда вводился разговор о важном, я тоже думала, как это получится. Не будет ли это тем, что в советское время называлось политинформацией. Ой, да, вырезали из газеты клей. Потому что я сама это, да, проходила. И вот то, что я спросила, а разве с тобой раньше не разговаривали? Он сказал, так нет, а в жизни-то не говорили. За жизнь, да? Да, вот, понимаете, вот, пожалуйста, пример, в каких в новых условиях мы работаем. Ну, а Сергей Александрович ещё, ну, во-первых, это тот человек, наверное, который вот сейчас всё время должен разговаривать, тем более те, кто немножко связан с молодёжью, прекрасно понимают, как надо разговаривать, что можно услышать, как нужно строить свою работу, что не всегда ученики настроены на деловитый такой подход, поэтому нужно найти подход со стороны учителя. И вот конкурс, муниципальный этап конкурса «Учитель года-2023». Мы не раз уже здесь говорили на эту тему. И вот эту птичку, которую вы принесли с собой, замечательного пеликан же это у нас, да? Вот, который является символом этого вот движения. И как только вы кого-то увидите, это значит не просто учитель, это учитель какого-то года. Вот. Скажите, почему решили принимать участие, и как проходил этот этап в вашей жизни? В целом, конечно, у меня тётя работает совместно в той же школе, то есть в 56-й гимназии. Есть кого присмотреть, да? Да, да. Естественно, она мне говорила, вот иди, участвуй, участвуй, давай, вот у тебя получится точно. Ну, потом ещё и Наталья Борисовна тоже говорит, нужно, нужно, нужно. Я думаю, ну, хорошо. Ну, что, молодой, красивый, умный, как бы не участвовать. Ну, так и получилось, что пошёл участвовать. Переживали? Ну, естественно. Там сколько было этапов у вас? Ну, три этапа на муниципальном туре, то есть и потом уже дальше на областном также три. Это напомнить нашим зрителям, что это не просто так пришёл, выступил с мастер-классом, и на этом всё закончилось. Вот такой длительный довольно... Да, там методическая копилка, затем... Это вот папочка, куда складываются все ваши, да? Нет, методическая копилка, это, то есть, как бы учитель должен рассказать о своей методике, которую он будет в дальнейшем, так скажем, показывать и использовать на уроке. Затем это внеурочное какое-то занятие, классный час, ну и затем непосредственно фрагмент урока. Кстати, классный час – это тоже в какой-то степени разговор? Да, если к этому подходить, с этой точки зрения. Воспитательное мероприятие. Вот я тоже хочу подхватить эту историю, потому что мне кажется, что те... У нас, кстати, в нашей программе много было учителей и воспитателей детских садов, которые стали... Или участниками были. И разный уровень зарабатывали вот эти призы. Это говорит о том, что за этим следят для того, чтобы было такое вот тоже какое-то мотивирование, да, молодых педагогов особенно. Как правило, это молодые педагоги. Вот. Но важно ещё понимать, что ребёнок сегодня, ну, на мой взгляд, он требует действительно человеческого отношения. Почему? Потому что его же вокруг гаджеты окружают, и родители периодически его тоже оставляют. Вот как вы относитесь, что нам надо не только разговоры о важном, но и просто о личном разговоры ещё вернуть в школу, чтобы понимать, посмотреть в глаза ребёнку и понять, что сегодня у него что-то не так идёт? Ну, знаете, мы как бы не то что возвращаем. Это всё зависит от педагога. Это да. От системы школы. Просто на сегодняшний день, конечно, учитель, прямо, скажем, до сих пор перегружен отчётностью. И она ведь не сколько в том, чтобы заполнить какие-то таблицы, а появилась новая функция. Учитель должен работать, как вы говорите, с гаджетами, уметь правильно сделать фотографии, уметь правильно написать отчёт. Это функционал. И ещё пока никто, ну, кто, наверное, вводил, не совсем осознал, что... Что на выходе будет, да. Да, нет, что у учителя время рабочее, оно у него направлено на то, чтобы подготовиться к процессу обучения и воспитания, провести процесс обучения и воспитания, хотя он не заканчивается никогда, он постоянный. А теперь он должен ещё правильно отразить в отчёте это. И это действительно непросто. Это требует времени. И сегодня, если можно, если раньше, как бы, учитель, ну, ему звонили, там, на домашний телефон, если он его давал, или к нему домой приходили, вот я была учителем, естественно, практика такая была, то сегодня родители обращаются с каким-то вопросом и говорят, вот, недовольны. Я говорю, почему вы недовольны? А вот я её сейчас написала, учительница, она мне не ответила. Я говорю, так посмотрите, идёт рабочее время, не урок. Но у меня же вопрос по моему ребёнку. То есть, понимаете, вот тут тоже нам надо работать, чтобы воспитывать родителей, и, в принципе, не только родителей, что учитель... Но мы же не посылаем смс-ки хирургу, когда он делает, простите, вот операцию. Ну, конечно. Да, мы вот подождём. А учитель должен немедленно ответить. Поэтому нам надо, думаю, вот внимательно посмотреть, как так правильно этим занимаются, безусловно. Но пока на это ещё путь не пройдёт. То есть выстроить работу так, чтобы всё равно... Выстроить так, чтобы всё-таки те функции, которые мы возлагаем на учителя, только часть функций назвала. Там ещё много других. Да, чтобы они всё-таки были исполнимы так, чтобы основная работа не страдала. Не страдала, да. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что вот в преддверии Дня Учителя в эти октябрьские дни мы встречаемся с Леней Николаевной Антоновой, заслуженным учителем Российской Федерации, учителем математики, гимназии, информатики, гимназии номер 56, учителем математики и информатики Сергеем Александровичем Фроловым, который стал победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года-2023». После перерыва вернёмся. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Сегодня мы говорим о профессии учителя, о профессии воспитателя, если хотите, о людях, которые играют огромную роль в нашей жизни. От того, как кто-то что-то на начальных этапах заложил, потом вуз, потом, может быть, предприятие, работа. Очень многое зависит и от успеха каждого, для успеха каждого человека, каждого гражданина. У нас в студии заслуженный учитель Российской Федерации Лидия Николаевна Антонова, почётный гражданин Московской области, городского круга Люберца, депутат Московской областной думы, а также Сергей Александрович Фролов, учитель математики и информатики, гимназии номер 56, городского круга Люберца, которая, напомню, вошла по рейтингу в топ-100 лучших школ Московской области и заняла 10-ю строчку. Прям как в спорте говорят, 10-ю строчку заняла. Сергей Александрович, скажите, пожалуйста, ну вот у вас появился пеликан. Дети вам что-нибудь сказали хорошего из того, как вы получили? Вы же теперь типа крутой. Конечно, они были вместе со мной, так скажем, на вручении, то есть на заключительном там этапе. Ну, я думаю, что они, наверное, гордятся, что все-таки я у них есть, так же, как и я горжусь тем, что есть они у меня, потому что, опять же, без них, я считаю, что я бы этого, наверное, так же не достиг, потому что поддержка – это очень важно. Ну, это тоже действительно похоже на такой хорошем смысле слова «спорт», потому что у вас есть знания, у вас есть умения, есть какой-то риск, да, а вы на это пошли, и мне кажется, что это вот сама система вот этих «учитель года», «воспитатель года» – она хороша тем, что она, ну, иногда человеку может дать и преподавателю новый какой-то толчок, он раскрыться может по-другому, но дети понимают, что ух ты, у нас оказывается непростой преподаватель, а учитель года. Лидия Николаевна, вот мы сейчас, это мы, кстати, с вами уже эту тему обсуждаем с первой нашей встречи, ЕГЭ. Сейчас новые пошли варианты, и как-то так поговаривают, что, а может, и вообще отменят, ну, время сейчас такое, что могут и отменить. И у нас есть такое понятие, как федеральный государственный образовательный стандарт. Вот нам ждать каких-то изменений? Как вы относитесь к тому, что ведь разговоры ходят на самом высоком уровне? Либо часть оставить, либо вообще не трогать, либо все поменять. Куда мы идем? Есть у вас какая-то, может быть, инсайдерская информация, как у депутата? Вы знаете, ну, первое хочу сказать, что, конечно, ЕГЭ, да, оно, хотя прошло уже достаточно лет, но много, но оно вызывает вопросы, потому что, я помню, когда только в Бадиле, кстати, Московская область была практически последним регионом, мы как могли тянули, откладывали, понимая, какая-то большая ответственность. Нет, ну, просто понимали. К нам обратилась семья, где девочка писала стихи, прекрасно писала сочинения, уже у нее были навыки своих повести, рассказов. И, кстати, она закончила соответствующий потом факультет МГУ и сегодня успешно своей деятельностью занимается. Но ЕГЭ, она так, как не хотели бы, с каким результатом, не смогли сдать. И я помню, что ее семья задавала вопрос, что же это за экзамен, где творчество, где чисто умение правильно подобрать из заданных ответов дается оценка учащемуся. Ну, ЕГЭ тоже изменилось за это время. Там поменялось само содержание. Конечно, вот эта система... Знаете, всегда плохо критиковать. Мы тоже в этом участвовали и старались сделать так, чтобы это было все-таки доступно с человеческим лицом. Но когда такие крайности, когда мы читаем, что где-то там обыскивают, или там... Да, летом в этом году... Да, вот эти, наверное, все помнят. Был сюжет в КВН про ЕГЭ, я до сих пор его помню. Но, то есть, все еще зависит от нас. Я сама работала учителем 18 лет. И я тоже должна была, как все, выполнять стандарт по своему предмету. Который принят. Который был принят. И который мне, мягко скажем, мне очень нравился. Он мне потому не нравился, что я понимала, что, исходя... Если я буду выполнять только вот как заданное, с тем учебником, который мне дали, дети не будут знать мой предмет. Просто не будут, и все. И поэтому, используя опыт тех педагогов, которые меня учили и в школе, и вне школы занималась, поскольку как музыка, как иностранный язык, это надо постоянно. Я старалась добиться, чтобы тройка, которую я ставлю, чтобы она была заслуженной, чтобы была определенная этой категорией учащегося, сегодня у него тройка, как бы минимум, чтобы и он уважал себя, и я себя уважала, что у него тройка, но она заслуженная. По-настоящему. И он может расти дальше. Поэтому вот стандарты, которые были приняты, там, началась разработка в 90-е годы, 2000-е, вот мы сейчас как-то резко от них отходим и хотим всё сделать более жёстко. Единообразное пространство. Тоже ощущение, что это небезопасно. Понимаете, слово «едино» я приветствую. Единообразное не очень, потому что у нас страна огромная, у нас у всех много народностей, расповеданий, народов, языки разные и так далее. Поэтому вот как сделать, чтобы мы были едины в этом образовательном пространстве, но не единообразны, и как сделать, чтобы в этом пространстве мы смогли воспитать так, чтобы как бы, в общем-то, идея эта в том, чтобы каждый стал личностью. Каждый стал личностью, чтобы не страдали люди от этого. А люди, я имею в виду, те, которые выпускаются, которые сдают эти самые экзамены, потому что для некоторых это просто психологическая травма. Ну, тогда, поэтому, знаете, ЕГЭ – это всё-таки в большей степени технология, которую надо доводить до ума. Я считаю, что путь большой пройдет. Но надо ли от неё полностью отказываться? Я считаю, что на сегодняшний день мы, во-первых, к этому не готовы. У нас пока ещё нет варианта, который бы был одобрен. Потом, знаете, всё-таки здесь надо дать первую, ну, как бы, пальму первенства – это профессионалам. Вот люди, которые прошли… Знаете, когда приходишь к врачу, ну, не в обиду молодым врачам, они могут тебе сказать, вот, это сразу надо делать так. А опытный врач скажет, а давайте мы ту методику используем, которая показывает многолетний опыт, как это делать. Это очень важно. То же самое в образовании. Я думаю, что надо правильно анализировать то, что мы наработали по ЕГЭ за эти годы, отмести то, что нам мешает, то, что унижает человеческое достоинство. Да, конечно, мы должны учитывать творческий потенциал детей. И, кстати, в новых материалах это есть. Но надо делать это на профессиональной основе и с привлечением, безусловно, общественности. Ну, и такой же вопрос, Сергей Александрович, я понимаю, что он предпочтен на таком государственном уровне, но, тем не менее, существует же, наверное, такая методика, когда преподаватели, я сейчас не вас имею в виду, а вообще, ну, начинают заниматься тем, что просто натаскивают на тесты и вместо образования начинается, ну, просто такая вот, кстати, математическая, да, вот, у вас должен быть ответ, там, 47, как его получить? Поехали, погнали. Да, потом можно обложиться, вот этими всеми ЕГЭТам за последние 5 лет и как-то учить вот в этом направлении. Будет ли это образование? Ну, нет, я бы не назвал это образованием, потому что, ну, я как учитель математики, например, понимаю, что шаблонно решать все невозможно. То есть... Не будет работать просто, да? Да, потому что мы изменим, грубо говоря, одну фразу в задании, и ребенку уже будет тяжело. Он будет, так скажем, поставлен в такие рамки, в которых он не привык работать. Поэтому, естественно, готовя к ОГЭ и ЕГЭ, мы должны, ну, учителя имею в виду, научить ребенка решать разнообразные задачи, не только, вот как вы сказали, тесты, допустим, да, то есть сложнее, проще, проще, сложнее и так далее. Только так мы и можем добиться, я считаю, результата. Ну и потом, говоря о математике, я позволю себе напомнить, что в последние годы у нас, ну, помните, период юристы, экономисты. Вот, ну, культура всегда, театр, да, сам мечтал об этом и воплотил свою мечту. А сейчас есть запрос на математику. Я вот сам заканчивался с тех, математика, физика. Я очень любил геометрию. Знаю, что это не все, кстати, любят. Вот, и я считаю, что математика, даже если ты не станешь математиком, тебе это обязательно в жизни поможет. Потому что даже в нашей профессии, в телевизионной, да, есть экран, который на что-то делится. Есть левая часть экрана, есть правая и так далее. Вы чувствуете, что математике сегодня больше внимания начали уделять? Да, и не только математике, но еще и информатике. И вообще, я смотрю тенденцию, то есть у нас как бы государство хочет, чтобы было больше еще и физиков, так как точные науки, они сейчас, естественно, в почете. Это движение вперед, да, действительно. А без информатики мы никуда сейчас с вами. Лирики должны создавать новые песни про физиков. Вот тогда у нас будет все хорошо. Ну и двигаясь к финалу нашего разговора, во-первых, у нас лежит книга, про пеликана мы рассказали, а книга, как у нас в театре должно, да, там, правда, ружье, но у нас книга, потому что мы говорим о воспитании. И я знаю, что Лидия Николаевна, как человек опытный и, казалось бы, уже прошедший огонь и воду, по-прежнему читает, что-то ищет новое вот в этой системе, что можно у кого-то позаимствовать, понять, как он это делает. Как это, в общем-то, в любой профессии, наверное, если ты что-то уже умеешь, ты не знаешь, что ты сидишь на лаврах, ты все равно ищешь, понимаешь, вот это интересно. Я так понимаю, что это тоже человек, который какой-то повлиял на вас, да? Да, вы знаете, конечно, я интересуюсь новинками литературы по педагогике, потому что, когда мы говорим об образовании, у нас всегда обучение и воспитание. Но вот жизнь показывает, особенно вот в период уже после перестройки, что здесь еще есть третий такой кит, на котором все стоит, это педагогика сотрудничества или педагогика поддержки. Потому что можно быть прекрасным учителем, все знать, можно воспитанием заниматься, если понимать под воспитанием необходимый перечень мероприятий, необходимый перечень кружков и так далее. Но будет ли это касаться каждого? Ведь мы, если мы встанем на сторону родителей, каждый родитель хочет, чтобы к его ребенку нашли подход в школе. Каждому учителю, в принципе, сегодня говорят, что вы должны воспитать личность. Индивидуальный подход. Индивидуально, да. Можно ли это сделать, когда в классе 25 и больше человек? Поэтому вот эта книга Сергея Полякова, это есть такой интересный педагог, который занимается вопросами воспитания. Она называется «Воспитание видимое и невидимое», потому что это как в семье. Бывают семьи, где нет как бы специально времени для норовоучения, а там живут. Так живут, что и детям интересно, и все получается. Процесс идёт, что называется. Да, так же и учитель. Знаете, вот я сегодня, надеюсь, вот как раз после передачи, поздравить свою учительницу. Вот я такая счастливая. Нет, просто. Я имею возможности. И не одну, кстати, у меня вот учительница моя, слава богу. Я помню, когда мы входили в класс с Коренни Павловной Катминой в нашей Малаховской школе, один момент приближения к дверям этого кабинета уже заставлял спину выпрямляться. Когда мы входили, химия не была моим любимым предметом, но образ педагога, женщины, умеющей так организовать своё рабочее место, это вот перед моими глазами всю жизнь. Но мне повезло, у меня много было и других педагогов. В этой же школе прекрасный директор. Хотя даже не было таких званий. Поэтому вы заслуженный учитель Российской Федерации. Наверное, слава богу. Вот да. Поэтому, знаете, вот здесь в этой книге есть хорошие такие стихи, которые тоже написал учитель. Он пишет, «Я учитель, я решаю задачи, я решаю, решаю, я не знаю ответов». Вот когда говорим, да, пройти там огонь и воду. Учитель, профессия, как и ряд других, она не заканчивается во временном цикле. Я не знаю, надо со мной согласиться, Сергей Александрович. Мы приходим домой со своей работой, и у нас в голове всё это есть. Если это заканчивается, то уже сложнее. Мы своей жизнью, своим примером, вот не случайно образование, от слова образ, в любом случае должны служить примером. Я всегда верю в то, что независимо от того, в какой профессии ты работаешь, если ты смог организовать людей, которые тебя уважают, тебе верят, а ещё, если они в тебя немножко влюблены, любая задача будет выполнена. Вот у меня такое кредо. Поэтому я хотела бы эту книгу передать Сергей Александрович вам. Надеюсь, она будет интересна. И вот эта книга о реалистическом воспитании, о том, чтобы за всеми нашими большими работами, мероприятиями, проектами интересными мы не потеряли собственно ребёнка. Я думаю, что на этом пути у вас есть. Ну и в качестве продолжения начнём, наверное, с Сергея Александровича. Ваше обращение ко всем вашим коллегам, к учителям, чтобы вы пожелали в этот замечательный, вот назовём такой, глобальные дни учителя. Ну, главное, это, естественно, здоровье, потому что, если нет здоровья, то нет, я считаю, таких каких-то глобальных идей, мыслей для этого. Успешных учеников, да и, наверное, всё. Я думаю, что этого достаточно нужно, чтобы учитель был действительно счастливым. Ну, вот такие они математики, информатики, скромные, да? Лидия Николаевна, ну, а от вас, всем учителям, тем более, уже столько похолений, через вас прошло, можно сказать. Вы знаете, день учителя в России, как и во многих других странах, это важный день, но мне кажется, вот так много традиций, которые с ним связаны, и вот эти цветы, эти телефонные звонки, сегодня это смс-ки, которые пишут, сегодня вечера, на которых встречаются учителя вместе с воспитанниками, это только в России. Я всегда думала о том, что учитель, он всю жизнь учитель, вот ты пойдёшь на пенсию, тебя будут в школу приглашать, ты такой же активный участник. Я хотела бы попросить и обратиться к нашим жителям, ко всем. Есть такой человек, учитель, он живёт рядом с вами, или вы его знаете, потому что у вас учатся его дети, или учились ваши дети, или вы ещё молодые люди, но у вас свои дети будут. И очень важно, кто будет тот человек, который встретится на их пути. Потому что, конечно, Господь, Бог и родители помогают нам появиться на свет, но без учителя трудно стать счастливым человеком. Знаете, а ведь счастье заключается в том, что не просто ты здоров, это важно, сыт, тоже важно, имеешь профессию, а что ты от всего этого получаешь удовольствие. Вот если учитель, тот, который тебе открыл мир и помог понять, что в этом мире надо всё время будет идти вперёд. Останавливаться нельзя. Счастливы те люди, которые имеют всё время утром идею, о чем сегодня они должны заниматься. А что им надо делать? Такие люди не стареют. И таким людям я всем и всем нашим учителям желаю только здоровья, благополучия и в нашем непростом мире все испытания пройти достойно и быть победителем. Ну, только так. Поэтому я присоединяюсь ко всему сказанному. Вспоминаем ещё раз, напоминаю, что всех наших учителей, которые повлияли на нас, иногда мы даже потом только вспоминаем, так это потому, что из-за него я куда-то пошёл. Поэтому всех поздравляем. И, конечно же, действующих учителей, прошлых, и тех, кстати, кто сейчас учится и планирует быть учителями, потому что эта профессия, внимание, будет всегда. Это была программа «Открытый диалог», в которой принимали участие Лидия Николаевна Антонова, заслуженный учитель Российской Федерации, почётный гражданин Московской области и городского округа Люберца, депутат Московской областной думы, а также Сергей Александрович Фролов, победитель муниципального этапа конкурса «Учитель года-2023» и учитель математики и информатики гимназии номер 56 городского округа Люберца. Это была программа «Открытый диалог». Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин